Мы с вами живем сейчас в довольно странное время, время когда каждое сказанное слово или опубликованный в соцсетях пост может стоить карьеры и даже полностью поменять жизнь. Да, и это не громкие слова, особенно если ты публичный человек и постоянно на виду. Так Джина Карана, она же Кара Дюн из Мандалорца в последнее время оказалась под настоящим огнем аудитории, требующей ее ухода из шоу. И видимо Дисней таки решили поставить крест на актрисе не только в этом, но и во всех других проектах. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Да, на самом деле Джина Карана переживает сейчас далеко не лучшие времена. Звезда смешанных единоборств, начавшая покорять кино и телеэкраны, сперва была очень тепло встречена публикой. А если говорить о первом сезоне Мандалорца, то ее героиня Кара и вовсе стала настоящим фаворитом зрителей. Так что ее возвращение в новом сезоне ждали, пожалуй, не меньше, чем камбэк самого малыша Йоды. Ну а Дисней уже вынашивали далеко идущие планы о том, как они будут снимать отдельный сольный спин-офф Мандалорца про Кару Дюн. И вдруг все переменилось, причем в один момент, а причиной этого стал твиттер. Да, цифровая активность сыграла злую шутку не только с Джеймсом Ганном, поплатившимся работой за свои твиты. И видимо Джину ждет нечто похожее или даже хуже. Ведь после нескольких довольно неоднозначных постов, в которых актриса рассуждает по поводу ковида, ставит под сомнение честность выборов в США и последнего, где Джина выступает против ношения масок, недавние ее обожатели бросились гневно осуждать звезду и вместе с тем требовать от Диснея ее увольнение, запустив при этом хэштег «Уволить Джину Карана». В общем, из довольно безобидных твитов разгорелся настоящий пожар, дополнительно подогретый еще и тем, как сама Карана ответила хейтерам. Как видите, она тоже решила не церемониться и послала всех недовольных по хорошо известному адресу. Но вот мы уже узнаем, что Дисней, который, наверное, более остальных заботится о своей репутации, все же собрался принимать меры в отношении своей актрисы. И меры эти не слишком радостные для самой Джины. По словам Дэниела Ричмана, скорее всего, в третьем сезоне персонажа Карана Кару Дюн заменят другой актрисой, либо попросту убьют. Но в любом случае продолжать сниматься в «Мандалорце» Джина больше не будет. Также, по сведениям инсайдеров, скорее всего, крест поставлен и на сольнике Кары Дюн. Ведь Дисней на самом деле планировали отдельный спин-офф для нее, но теперь студия спешно сворачивает подобные планы. А многие зрители уже усмотрели один из вариантов выхода Кары из игры путем внедрения ее в новую республику. То есть, если ранее этот ход был нужен, чтобы вывести данную героиню на сольную дорожку, то теперь, возможно, ее просто спишут подобным образом. Так что, как видите, ситуация вокруг Джины Карана очень непростая. И довольно схожая, например, с тем, что происходило в начале года вокруг Джоан Роулинг, когда из-за нескольких твитов некогда обожаемая писательница оказалась в настоящей опале. Как по мне, то и тогда, и сейчас из мухи, конечно, раздули слона, но цифровые скандалы потом рождают по себе совершенно реальные печальные последствия и проблемы. Так что, скорее всего, второй сезон станет для Кары Дюн последним. Да и актерская карьера самой Джины Карана теперь тоже, уверен, сильно пострадает. Честно говоря, тенденция довольно тревожная. Ведь если твои мысли и высказывания не выходят за рамки закона, то ты, как мне кажется, вполне имеешь на них право. А тут получается, что общество чуть что набрасывается на неугодных и даже ломает им жизни. А крупные компании всему этому потакают. Но таковы современные реалии. Что ж, посмотрим, чем у них там все обернется. Вы сейчас пишите ваши комментарии. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить развитие событий. А также нажимать на колокольчик и ставить лайки. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.